Общественная палата Чувашии провела первое заседание в новом составе. Это уже четвертый ее созыв. С этого дня наступает полномочия выбранных членов. Поздравить их и поделиться опытом пришли представители общественности и власти. Среди гостей мероприятия была и наша съемочная группа. Политики и бизнесмены, журналисты и лидеры общественных объединений. Все они вошли в состав нового созыва общественной палаты Чувашии. Всего 33 человека, 12 из них новобранцы. Это люди деловые и инициативные с опытом управленческой деятельности и активной гражданской позицией. Наша молодежь активно включилась в проектную деятельность. Выигрывает гранты Росмолодежи, гранты фонда президентских грантов. И поэтому моя цель, мое желание попасть в общественную палату Чувашской республики, оно связано с тем, чтобы и дальше продолжать эту работу. Я надеюсь с помощью общественной палаты привлекать экспертов для проведения наших проектных школ. Здравоохранение, экология, ЖКХ, социальная и транспортная политика. В общественной палате затрагиваются все жизненно важные вопросы. Главная задача такого гражданского института – обеспечить взаимодействие жителей республики с органами власти. Открытый диалог – основа правильных решений. Председатель общественной палаты Алексей Судленков выразил надежду, что новый состав будет более значимым и эффективным. Планы уже намечены. Мы планируем, вот у нас опыт, есть такой позитивный опыт, это создание неких рабочих групп. Важнейшим элементом является рабочая группа по общественной экспертизе проектов. Мы хотим, что этот, и нас всегда, и Юрий Горьевич, и все нас настраивают на эти вещи, чтобы экспертиза нормативных документов носила неформально, но реальный характер, она была полезна. Как для нам, как для общества, так и для Министерства мы ведем. Новый состав общественной палаты Чувашии будет работать в течение трех лет. С тем, что проблем много, и их нужно решать, согласны все. Осталось закатать рукава и совместно с органами власти продолжать работу своих предшественников. Рифат Фадкулин, Валерий Резюков, Республика.